Злоключения гражданского активиста Вадима Коровина, не уступившего дорогу чиновнику на встречной полосе, продолжаются. Сегодня, 11 июня 2013 года, в упоротом Одинцовском суде продолжилось слушание дела по статье административного кодекса 19.3 «Неповиновение сотрудникам полиции». Обвиняемый Коровин понимал, что может загреметь по административке и пришел на суд прямо с вещами. Но до начала заседания успел дать политвестнику интервью. Вы не подчинились так называемому сотруднику полиции. А насколько законными были его требования? Правильно сказали. Требования должны быть законными. Я трижды попросил документы, потребовал представиться и назвать причину остановки. Трижды мое требование было проигнорировано, после чего я проследовал задуманным ранее маршрутом. Поэтому я не могу сказать, что требования были законными. А на каких основаниях тогда вас задержали? Я так полагаю, что был приказ. Кого-то из чиновников, либо того, кто сидел в автомобиле, либо того, кто командовал парадом. Мне сложно сказать. А чего вы ожидаете? Какого вердикта от сегодняшнего заседания суда? Я готов к любому вердикту. Максимальное, что может быть в данном случае, это 15 суток. Но ситуация развивается непредсказуемо. На предыдущие заседания свидетели не явились. Поэтому не исключено, что они не явятся сегодня. У вас есть какая-нибудь информация? Где они находятся? Почему они не явились? Нет такой информации? В последний раз они были отправлены срочно, были отправлены в командировку. Они были за пределами региона Московского. Поэтому это была причина их неявки в предыдущий раз. Где они сейчас, я не знаю. А у вас есть свидетели того происшествия, которое вам вменяется в вину? Свидетели есть. К сожалению, ситуация в стране складывается так, что свидетели боятся давать показания. Да, именно так нам люди отписываются. Говорят примерно следующую фразу. У меня трое детей, работаю, я все понимаю, но я боюсь рисковать. Я готов рассказать, как было дело, да, я все видел. Но в суде выступать не готов. А как же вы будете защищаться? У вас есть какая-то линия защиты? У меня есть правда. Правда на моей стороне. Я не совершал преступления. Все, что я совершил, я готов в этом признаться. Я готов это признать. Не предоставление преимущества автомобилю с этим чиновником. Это штраф от 300 до 500 рублей. Пожалуйста, пусть наказывают по всей строгости закон. Во всем остальном я не виновен. Судья Журилкина, которую еще вчера называли едва ли не буревестником в битве независимых судей против беспредела, имитировала беспристрастность до конца, выслушивая доводы сторон. По словам инспекторов ГИБДД, выходило, что, сопровождая члена ВОЗ, они вовсе не обязаны представляться другим участникам движения. В общем, расступись, чернь, хозяин жизни едет. А если не расступился, то ты агрессор и преступник. Удалившись на совещание, Журилкина исчезла на два с половиной часа. Но, похоже, совещалась она не с законом. Вадиму Коровину присудили 10 суток административного ареста. За эти дни следачки запросто могут скроить уже другое уголовное дело по наезду на потерпевшего Кириллова. Кстати, порченный инспектор выглядел здоровым, как покойник, избавившийся от болячек и совести. Если общество проглотит и это дело, можно быть уверенными в том, что прецедент по посадкам неугодных и строптивых водителей создан. Впрочем, есть шанс не проглотить. Демонстративно сломаться нескольким сотням автомобилей в Москве одновременно и повсюду, чем парализовать движение на пару суток. Пассажиры членовозов это оценят. Сотрудник после задержания должен представиться и назвать причину остановки. Сотрудника полиции этого не было сделано. То есть очень много сегодня было нарушений, выявленных в ходе судья на заседание. Но судья не отразил, не указал данные моменты. И в связи с чем вынесла такое необоснованное решение в отношении Коровина. 10 суток решения в суде сегодняшнего в отношении Коровина Вадима. Это не гуманное решение, так как я перечислил его заболевание имеется, так как это установлено сегодня было судом. Таким образом, гражданская активность имеет оборотную сторону. Месть чиновников, которым безусловно плевать на закон. И Одинцовский суд, который забывает, что это такое. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.